поэта или поэтесса это сложно на самом деле вопрос перспективы для молодого автора это вообще ужасный вопрос я должен быть одиноким несчастным между собой чек формате квартирника а твое первое выступление в рязани не могла подвинуть рукой я вцепилась в микрофон что тебе пишут может быть читатели и незнакомые люди но кто-то точно есть существует здравствуйте вы смотрите первый выпуск программы в рифму и я ее ведущая мария тухватулина мы будем знакомить вас с поэтами и организаторами различных творческих мероприятий города рязани и наш первый гость наталья королева поэт и финалист всемирного дня поэзии в этом году она вошла в сотню лучших участников этого фестиваля как хочется больше воздуха для каждого слова вдоха ходить бы с умою посоху кричать что не все так плохо показывать фотокарточки счастливых читать вслух фрая вкрутить в свое сердце лампочку то что не перегорает не верить вообще числительным усталостью мерить время увидеть что восхитительно любое земное бремя бродить и вещать что с проседью приходит о чем узнали чуть раньше все разом бросили и больше бы танцевали наташ так сложилось что тебе не знала рязанская читающая публика практически до недавнего времени расскажи как ты нашла дорогу к читателям к зрителям ну я на самом деле просто ничего не выкладывала нигде не выступал и в общем то я долгое время не писала или писала в стол писала я наверное с там со школы как в общем то многие но потом случился какой-то перерыв я вообще ничего не писала и потом с рождением моего сына ко мне вернулось вдохновение и я решилась как-то рассказать об этом и начала вести инстаграм выкладывать туда стихи собственно так все началось потом я узнала о том что существует вообще какие-то конкурсы поэзии что в рязани есть поэты что они собираются и на дне поэзии который был в прошлом году я туда первый раз пришла вот и вообще узнал что это все есть оказывается мне казалось что это где-то далеко не в нашем городе и в общем то на дне поэзии наверное я первый раз прочитала свое стихотворение и вот так все началось а как ты думаешь рождение сына материнство она тебя подстегнула к творчеству потому что просто стало больше свободного времени или может быть это какие-то внутренние новые ресурсы появились ну это конечно внутренние новые ресурсы безусловно но также знаешь рождение ребенка ставит перед тобой какие-то новые вопросы в жизни то ли ты делаешь почему ты не делаешь то что тебе надо делать и вообще в общем то что ты делаешь в своей жизни вот и просто наверное рождение сына помогло решиться знаешь на что то вот так вот то есть я всегда как-то не верила в свои способности в общем-то и сейчас мне сложно называть себя как-то там поэтому вот мне даже голос не дает мне этого сделать вот поэтому просто просто поверить в себя вот именно началось это после его рождения а сколько вы сейчас и как вообще помогает тебе творчество в его воспитании общение ему сейчас три годика ну я периодически читаю ему свои стихи чтобы он уснул когда долго читаешь монотонным голосом вот он засыпает в этом смысле да помогает пока тебе три я твой домик на дереве сказка на ночь пушистый плед мы исследуем мир ты впервые я заново мир из звезд и летящих комет сияешь ярче гирлянды объем не космоса разрезая огнем черноту просыпаюсь девчонкой твоего возраста но теперь я с собой в ладу пока тебе три я твой шепот я рядышком темной ночью фонарик в руке задержаться бы крошкой застрявшим катышком на твоей бородатой щеке и увидеть в какие дали в какие галактики заведет тебя путь души пока тебе три я твоя теория ты моя практика потом поменяемся не спеши то есть этот стереотип чтобы должен быть одиноким несчастным иметь семью ему противопоказано это на самом деле такая ложная штука да слушай я вот об этом на самом деле очень много думаю потому что я слушаю многих современных ребят и понимаю что я пишу немножко другом как раз таки я пытаюсь писать о чем-то таком счастливым да вот не не состоянии боли это сложный на самом деле вопрос но я думаю что да что бывают разные ситуации и творчество не может базироваться только на трагедии вот это было бы слишком печально недавно как раз про это писала такой большой пост код басер но она писала о том что многие нынешние поэтессы к этому пришли через раннее творчество полное как раз таки вот этих вот страданий одиночества невзаимных влюбленностей а у тебя получается если это творчество и было то оно осталось в тени так как ты уже в зрелом возрасте начала выкладывать свои стихотворения делиться творчеством вот как ты думаешь это служило тебе на пользу то что какие-то твои подростковые терзания недоступны вот сейчас я думаю слава богу что они недоступны потому что конечно это ну вот знаешь получилось так что я поступала в литературный вуз москве после окончания первого образования на заочку и там можно было поступить на курс поэзии на курс прозы в общем то я думала что меня возьмут на поэзию я же пишу там траляля но за мои стихи у меня был минимальный балл то есть я поступила в итоге на прозу как чего я не ожидала вот и сейчас конечно читаете те стихи которые я подавала на вступительном экзамене я понимаю что конечно с ними нельзя было меня брать и хорошо что они у меня просто там в недрах моих тетрадок лежат на самом деле ты знаешь все равно меняются этапы жизни и стихи разные бывают то есть я тоже пишу не всегда о добре и свете просто сейчас это по-другому я думаю не через юношеский максимализм происходит а уже через некий опыт жизни а твои близкие семья тебя поддерживают в твоем деле любимом как они ну вообще они очень удивляются они как и я не совсем мне кажется понимают еще куда я куда меня ведет вот но в целом да они меня поддерживают насколько 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 они могут вот так можно твои выступления не приходят просто помню что однажды у тебя был отец на квартирнике вот что он потом сказал какие у него остались впечатления он говорит что я молодец вот но на самом деле у меня папа очень интересный человек и он свое время писал разные философские трактаты увлекался философией именно в институтские годы у них был какой-то там свой кружок они даже что-то писали именно литературно поэтому я думаю что многие какие-то идеи которые сейчас есть во мне это именно его идеи просто я их озвучила чуть чуть позже по времени не родится звук не пойдет малого тяжелеет белая голова прорастают клевер полы не сныть сквозь века не выполоть не скосить не произноси и носи носи вечно мертвый груз вдоль своей оси центр тяжести от него смещай истекай в траву как остывший чай это это и слышишь соловьи им неважно было ли по любви из корысти страха и как вообще им неважно кто ты здесь и зачем в этом омоте из сирени трав надо знать ли кто же в итоге прав если страха нет что у нас в обед я играю гаммы стели каплет будем рисовать солнечный ручей будем открывать твой поток речей я начну ты пой ты дамы с тобой голос штопор на к и откупорь и давай как было на чистоту как любил и было не в моготу как терзал и выл и не знал как быть будут слушать клевер полы не сныть и закат расплещется над рекой я теперь с тобой я всегда с тобой а если вернуться к фестивалю всемирный день поэзии в этом году ты прошла в сотню лучших участников побывала на концерте в москве во время празднования всемирного дня поэзии какие у тебя остались впечатления как тебя вот этот московская публика приняла среди которой были такие уже можно сказать именитые авторы для меня была первая вообще поездка куда-то вне рязани где я что-то читала на какую-то более обширную публику конечно это яркие впечатления и вообще очень интересно когда ты думаешь что живешь каком-то вот таком маленьком мирке выезжаешь за его пределы оказывается что очень много современных поэтов которых я вообще не знаю мне очень стыдно я сейчас пытаюсь как-то наверстать этот свой абсолютный провал в этом знании вот их очень много они очень талантливы и на них как бы хочется равняться хочется вдохновляться ими вот поэтому это классный опыт конечно а твое первое выступление в рязани она каким было я о я очень переживала я как сейчас помню что я абсолютно не могла подвинуть рукой я вцепилась в микрофон просто как в спасительный какой-то жезл и просто вот окаменел то есть голос и тело просто не согласованно работали вот собственно из-за этого я пошла на театральные курсы драмтеатр который сейчас там есть потому что я поняла что я не могу спокойно свободно себя чувствовать как раз хотела тебя спросить про театральную студию ну как в итоге это помогло тебе в твоих выступлениях раскрыться на сцене ты знаешь я чувствую что я определенно себя свободнее намного чувствую на сцене потому что мы там занимаемся театральной студии довольно разными вещами и когда ты там изображаешь перед взрослыми уже людьми там попугайчик или собаку то потом уходит многие внутренние блоки ты перестаешь комплексовать по поводу того как ты выглядишь как что тебе подумают и вот это позволяет расслабиться и вести себя просто так как ты себя могла бы вести если на тебя никто не смотрит какие счеты припомнишь интересные выступления в рязани какие ты вообще видишь здесь перспективы для молодого автора и какими из них ты успела воспользоваться ну вот был недавно новый фестиваль на подбелке арт-субботник который наверное я правильно мне кажется там было человек 20 рязанских поэтов может быть чуть меньше и приходили люди просто с улицы послушать мне кажется это было здорово потому что люди которые даже не знают о том что это существует то есть это не какое-то закрытое мероприятие где ты просто узким кругом находишься а именно такое масштабное для того чтобы услышали и другие жители города о том что мы мы есть вот смотри с тех пор как ты активно выкладываешь свои стихи в интернет твою страницу насколько я помню дважды уже посещал пометей то есть твои посты получали большой охват выходили на новую аудиторию вот то есть у тебя получается достаточно легкий старт творческого пути то есть тебя он принял тогда вот ты говоришь я думаю может может так и есть я даже не могу тебе точно ответить мне кажется что старт такое понятие очень относительное да что что в него вкладывается что мы с тобой сейчас тут сидим в принципе да наверное тогда так и есть бьют часы на башне сказки мир из янтаря провожает день вчерашний и сливаются в моря в океаны спят игрушки льют дожди грохочет гром на распластанные подушки уместились мы втроем гаснут звезды реют флаги улетают корабли шар воздушный из бумаги склеим и на край земли улетим потом вернемся завтра улетим опять если рано мы проснемся можно раза три слетать радугу потрогать пальцем айсберг языком лизнуть убежать за белым зайцем и собраться в новый путь если очень постараться сказки мир из янтаря может к нам сюда пробраться закрепить на якорях свой волшебный звездный омут а страховку отвязать в этом омуте не тонут он умеет лишь спасать а как ты видишь свою жизнь в том числе творческую допустим лет через пять чего ты планируешь добиться или как-то может быть пересмотреть так далеко сейчас ну конечно хочется хочется что-то написать приличное хочется может быть издаться конечно хочется мне кажется всем хочется да вот мы уже задумывали с моей подругой книжку она хотела рисовать мне иллюстрации но все вот как бы на стадии того что надо это здесь начать надо надо что-то собирать надо как думать вот поэтому я вообще так далеко не думаю а если пофантазировать как ты свою первую книжку представляешь какая у нее обложка сколько там текстов тираж и тираж это без визуализации да чем точнее представим тем она такой же и получится мне хотелось конечно сделать что-то именно светло и позитивное доброе потому что вот особенно первое время после рождения сына я была наполнена таким абсолютным добром как наверное как молодая мать вот и у меня много стихов именно вот таких вот знаешь о ребенке о материнстве просто в принципе о гармонии внутренней вот но твои стихи в том числе те которые о семье о любовных отношениях они не только все такие вот светлые позитивные в них бывают и рассуждения каких-то горьких моментах вот скажи это ты додумываешь за своих персонажей или приходится и что-то свое такое перерабатывать стихи и ну конечно это свое я наверное я не знаю как на самом деле происходит у других авторов вот я у тебя спрошу потом но у меня пока получается писать только себе в основном конечно я пишу и какие-то о ближайших впечатлениях а может быть о близких людях или просто каких-то ярких встречных людях но в целом конечно это собственные какие-то внутренние переживания и поэтому наверное очень тяжело вообще было решиться что-то выкладывать то что мне казалось но это же такой личный ну как это можно вынести в общем-то на общее обозрение и я первое стихотворение я как помню я завела инстаграм и я не знаю наверное недели три я набирала текст и отменяла мне казалось что это невозможно сделать потому что конечно это все свое а какие тебе приходят отклики на твое творчество что тебе пишут может быть читатели и незнакомые люди но некоторые пишут что следят причем неожиданные люди какие-то там тети и сестер друзей там племянницы там бабушек в общем дальние родственники какие-то коллеги по работе там родители например вдруг откуда появляются и говорят что читают что нравится вот но не так уж много я не кажется иногда кажется я пишу там для себя и 20 человек человек то есть какого-то гештальта достижений это будет планировано у тебя нет ты можешь сказать пишешь для своей собственной внутренней гармонии знаешь мне кажется что да потому что я когда была юна вот когда я собственно поступала в литературный хотелось именно вот какого-то там признание так далее а потом как ты знаешь я поняла что ради именно признание начинать что-то делать довольно сомнительная вещь и если начинать что-то делать то делать именно для себя и дальше уже если ты это делаешь от души с чистым сердцем то кто-то найдет в этом и для себя что-то важное но как бы это не обязательно иногда кажется не справлюсь не выгребу не вытащу все на своих плечах не хватит подаренной силы упаду в горячке и буду лежать в бреду умолять чтобы кто-нибудь покачал кто-нибудь как и ты красивый задыхаюсь словно в безводной среде замираю в мире без времени межсезонье брожу месяц год и не чувствую где же я где же я где изнутри снаружи твердею сталактиты врастают в мой рот каменеют пальцы мои бедра ресницы а потом ты целуешь меня в живот и обрушивается стена и во мне распускается крыльями птица щебечет в танце с ветром парит живет и всегда жила творческая жизнь в рязани ты видишь мне какие-то возможности для самореализации вот если вдруг ты выйдешь за рамки своих нынешних амбиций и захочешь и славы каких-то тиражей больших концертов вот ты видишь здесь возможность этого добиться мне кажется у нас есть возможность скорее для такого между собой чека над как в формате квартирника да а так конечно все насколько я знаю едут в москву даже просто вот пробовать каких-то каких-то мероприятиях где еще почитать можно пробуют ездить в москву ребята вот я думаю что наверное здесь тоже можно нормально существовать но если большие залы как-то говоришь и там чего-то там то это надо куда-то ехать придется а среди тех с кем ты успела познакомиться на квартирниках на различных между собой чиков кого-то успела для себя выделить перечитываешь стараешься подать может быть на выступление мне очень нравится игорь воронцов то что он делает очень интересные у него тексты чувствуется мастерство и талант из ребят которых видел в последнее время мне очень понравилось как читает илья чечнев он очень такой артистичный и на него интересно смотреть вот вообще много ребят интересно как ты предпочитаешь чтобы тебя называли поэта или поэтесса вообще ужасный вопрос если честно потому что во первых я еще пока с трудом как я уже говорил называть себя поэтом а поэтессе мне вообще поэтому мне кажется на самом деле что это условности и я конечно не вреда в тех кто требует вводить только женский род у всех названий профессий мне больше нравится мне вообще больше нравится поэт ну и какие у тебя ближайшие планы в рамках обозримого будущего я не знаю вот я сейчас таком состоянии что я вот как бы в поисках именно профессиональной деятельности вот поэтому я скорее в подвешенном состоянии и моя ближайшая цель это как-то что-то найти для себя более объемное по загрузке и вот тогда я пойму как это совмещать кстати как можно найти в интернете твои стихи есть в инстаграме наташа королева собака по нижней подчеркивании любви и есть вконтакте там-то выкладывать стихи с хэштегом да да у меня в контакте и в инстаграме я выкладываю стихи с хэштегом наталья купин но это по-английски наташа королева наталья королева спасибо тебе за интересную беседу вот надеюсь что ты раскрыла себя в полной мере перед своими нынешними будущими читателями спасибо большое маш спасибо что позвала запах помятых яблок и лопнувших слив как ты прекрасен сад мой как ты красив кто тебя выдумал кто тебя проклял в день когда смех и крик наши умолкнут кто будет петь твоих ягод и листьев мотив кто будет пить твоих яблок сочащийся мед кто и когда в тени твоих вишен поймет что не бывает боли бессмысла что отражение крайне речисто что вековая скорбь в кровь допускает лед вечером ветер на чай обещал зайти сад в ожидании замедлился и затих слышишь задорно так и игриво первый сквозняк пролетел под ивой слышишь в тумане звенит соловьиный стих видишь где-то у лип зарождается ночь сад мой я рядом гулящая твоя дочь скорбь по кусочкам льда плавлю на веру мир разноцветный как сад нет не серый яблочный сок брыжет солнцем он может помочь спасибо что досмотрели до конца а также спасибо гостеприимной библиотеки имени горького подписывайтесь на нас в социальных сетях всем пока субтитры делал DimaTorzok